В России за сутки плюс 440 заболевших. Всего 2777. Умерли 24, выздоровели 190. Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Москве. Почти половина новых больных в столице моложе 45 лет. Большой прирост в Санкт-Петербурге и Коми. Путин перешел на преимущественно дистанционный режим работы. Роспотребнадзор объявил о создании высокоточного теста для диагностики коронавируса. Он уже прошел клинические испытания. Режим самоизоляции введен в 51 регионе России. Татарстан стал первым, где перед выходом на улицу теперь нужно отправить бесплатный смс с личными данными и целью выхода. В Москве для этих же целей тестируют специальное приложение. IT-сообщество, правда, уже изучило его код и выяснило, что данные москвичей уходят на обработку на эстонский сервер. Приложение вскоре исчезло из магазина Google Play. Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных, в условиях чрезвычайных ситуаций. Исключение – психотропные, наркотические препараты и лекарства с содержанием спирта более 25%. Теперь главный вопрос – кто будет заниматься доставкой? Фармацевтов на всех может не хватить, обычные курьеры не знают, как правильно хранить и перевозить лекарства. Пенсионный фонд и фонды социального и медстрахования из-за эпидемии недосчитаются от 200 миллиардов до почти 2,5 триллионов рублей, посчитали эксперты Вышки. С марта уменьшились выплаты зарплата, соответственно, упали отчисления в фонды. При этом расходы на пособия по безработице растут. Только в Москве работу в ближайшее время может потерять миллион человек, по стране – более 10 миллионов. Россияне, между тем, стремительно впадают в депрессию. Ей охвачены уже две трети граждан, посчитал Mail.ru. 75% опрошенных беспокоят новость об ограничениях и росте числа заболевших, 36% не хватает прогулок, 19% – встреч с друзьями. В то же время 17% никак не реагируют на ситуацию, а 7% считают коронавирус выдумкой. В США показатель смертности превысил китайский – 865 человек в сутки. Общее количество жертв – почти 4000, заразившихся – почти 200 тысяч. Трамп предрек тяжелые две недели, за которые эпидемия может убить до 240 тысяч граждан. При этом глава Белого дома отказался возвращать программу ObamaCare, которая позволила бы не имеющим страховки американцам бесплатно лечиться от коронавируса. Авианосец Теодор Рузвельт шлет сигнал СОС. Вирус обнаружен у ста с лишним моряков, капитан требует эвакуации экипажа. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Ставридис заявил, что это не последний случай. CNN сообщает о положительных результатах у членов экипажа другого авианосца Рональд Рейган. Страны Евразийского экономического союза – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия – закрывают экспорт гречки, риса, лука, муки и других важных продуктов. Запрет будет действовать до 30 июня. Цель – не допустить дефицита на внутреннем рынке. Спрос на морозильные камеры в марте в России вырос в 17 раз. Власти Туркмении запретили употреблять слово «коронавирус», сообщают репортеры без границ. Запрет касается и госсми, и даже медицинских буклетов. Официально в этой стране ни одного заболевшего. А президент Берды Мухамедов в марте советовал гражданам окуривать помещение дымом гармалы. Ее используют для лечения депрессии и изгнания злых духов. В Екатеринбурге Новотихвинский женский монастырь будет выпускать ладан с усиленным противовирусным эффектом. Его достигнут с помощью лаванды, герани, базилика и лимона. Как заявили в монастыре, кто ходит на богослужения, болеет реже. Поставки российской нефти в Беларусь снова откладываются. Они должны были возобновиться 1 апреля, но, как пишет коммерсант, нефтяники не спешат оплачивать транспортировку. Причина – Беларусь настаивает на том, чтобы поставками занималась группа «Софмар» Гуцериева. «Роснефть» и другие настаивают на равном доступе к трубе. Госдума смягчила поправки в налоговый кодекс, предложенный Путиным. Налог на доходы по депозитам будет взиматься только с тех, у кого проценты в сумме превышают 60 тысяч рублей в год. Таким образом, налогом облагается доход более 11% годовых. Кроме этого, с 1 апреля налоговики получили доступ ко всем электронным кошелькам россиян. Бывшему совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня» Вишневскому предъявили обвинение во взяточничестве. Следователи считают, бизнесмен заплатил 7 миллионов инспекторам строительного надзора, которые закрыли глаза на реконструкцию здания без разрешения на строительство и в нарушении проекта. Трагедия, унесшая жизни 60 человек, была предопределена, заявили в Следственном комитете. Периодичность техосмотра изменилась. Новые машины теперь не требуют проверки первые четыре года. Автомобили возрастом до 10 лет должны проходить ТО раз в два года, старше 10 лет – раз в год. Коммерческий и общественный транспорт нужно проверять раз в год первые пять лет, далее раз в полгода. Повышение штрафов за езду без техосмотра перенесли на 2022. Пандемия коронавируса опустошила улицы городов, освободив место для животных. На улицах Парижа утки, на набережной турецкого ада на стая гусей, в Японии из лесов вышли олени, в Лондоне лисы, а в Уэльсе горные козлы поедают живые изгороди. КОНЕЦ